Всем привет, с вами Егор и где-то там Лаки. Сегодняшнее видео будет о том, как ухаживать за биглем. Поехали! Ну, первое, что я вам хочу сказать, это то, что вы будете уделять очень много своего времени. Так как это охотничья собака, с ним нужно очень много гулять. 2-3 часа в день. Лично я с ним гуляю 5 раз в день. Ну, так как у меня есть свои дела, я гуляю час-полтора-два, где-то так. И если вы будете с ним мало гулять, он будет, конечно же, дома беситься. Все грызть, рвать, делать, ну, всякую ерунду. Лично у меня он просто сгрыз пол дивана, коробку на балконе, вставлю видео. Еще вам советую, скорее всего, вам нужно будет сразу же купить наморник для вашей собаки. Потому что это такая порода, которая постоянно все в маленьком возрасте ест на улице. У нас были большие проблемы. Он ел и кости, и рыбьи головы, очень много всего. И мы часто ходили к ветеринару и тратили большие деньги. Переходим к второму. Ну, наверное, как только вы сразу же приходите домой, ваша собака должна обойти всю вашу квартиру. Это означает, что нужно много купить пеленок. Пеленки должны лежать, ну, практически во всех углах вашей квартиры. Дома, неважно. Потому что ваша собака захочет сходить в туалет и не будет понимать, где это нужно делать еще, на улице или дома. Сначала он будет делать это и мимо, и вообще, и на кровать, и на стол. У меня было даже что на подушку. Да-да, такое было. Так что, и это еще не сильно много. Потому что у моих друзей был там вообще ад. Ну, и раз уж мы уже дошли до пеленок, давайте я расскажу, как приучить собаку к пеленке. Лично я, мы смотрели очень много видео в Ютубе, ну, и никак нам ничего не помогало, и мы придумали свой способ. Мы брали вкусняшку, которая любит ваша собака, или корм его, и клали на пеленку. Он его ел, и оставался запах на пеленке, и поэтому он так потихоньку-потихоньку и приучился. Ну, поехали дальше. Теперь я вам расскажу о том, как приучить собаку ходить в туалет на улице. Смотрите, ваша собака не будет сразу же понимать, что нужно ходить в туалет на улице. Будет понимать, что нужно ходить дома. Но смотрите, как только он чуть-чуть совсем целится идти в туалет, он чуть-чуть сходил, сразу же ему давайте вкусняшку. Не важно, какой он корм, там, его любимая вкусняшка, там, не важно вообще. Просто даете вкусняшку и говорите, молодец, так и надо делать. Все. Следующее. Вам нужно будет закупиться много игрушек. Всяких вкусняшек, все. Потому что, когда ваша собачка маленькая, у нее будут резаться зубки. И это означает, что ему нужно все грызть. Смотрите. Сейчас я вам покажу, какие можно купить. Так, смотрите. Можно взять вот такую вот косточку. Она резиновая, она еще трещит. Покупали мы ее в обычном зоомагазине. Думаю, они есть везде. Дальше, думаю, можно приобрести еще вот такую вот косточку. Ну, это вообще детская игрушка. Ну, я думаю, в зоомагазинах похожая тоже есть. Теперь сейчас перейду к вкусняшкам. Смотрите, у нас вот такие вот. Ну, мы берем разные. Это говяжье сухожилие. Очень классная штука. Грызет он ее, ну, 20-30 минут минимум. Когда в маленьком возрасте. Потому что мой крокодил такой съедает за 5 минут. Так что, когда вы делаете там уборку или убираетесь, это очень помогает. Очень важная штука. Сразу же советую. Так, и следующее. Перейдем к питанию. Лично у меня Лаки есть и корм, и кашу. Как захочет. Да, вот так вот у нас. Смотрите, вам я советую поначалу есть корм. Ну, и ваш заводчик, и ветеринар тоже вам так будут говорить. Там все по граммам. Ни больше, ни меньше вообще нельзя. Нужно именно точно. Советую купить такой мирный стаканчик. Сейчас я вам покажу. К сожалению, я не смогу показать. Я не смогу его найти. Наверное, уже выкинули, так как моя собака не маленькая. Ну, я думаю, в принципе, это все. Поэтому всем пока. Хорошего дня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.